Всем привет, по ту сторону экрана, я Неркин, и сегодня я хотел бы вам рассказать, как сделать интерактивную заставку или интерактивное интро, как у меня на видео о мейнхаке. Ну что же, сделать это легко и просто, нужно просто... нужно иметь... Как это... что же нам нужно иметь? Нужно иметь прямые руки и кривые извилины. Ну что же, давайте приступим. Для начала нам нужен вегас, 11 версия можно, можно 10, можно 9, но лучше 11, она более оптимизирована под любые сейчас компы. Да, есть 12, но она была для более сильных, у меня слабый комп. Ну что же, вегас, видео, музыка, картинка и если... какой-то любой шрифт, если вам угодно. Во-первых, мы для начала открываем все файлы, которые нам нужны. То есть заходим в любую папку, локальный диск D, локальный диск E у меня, вот сразу у меня музыка есть, закидали сюда. А он дальше, господи, мой рекорд. Так, и к примеру, давайте возьмем, сколько там мне... это вот, 22 секунды подойдет. Это у меня как-то плохо, наверное, записал с каким-то файлом. Дальше мне нужно что? Мне нужна картинка. Тип-топ, бро и наркендик. Так, сюда. Это и есть. Что мне нужно еще? Текст у меня уже есть, так что, в принципе, больше ничего. Для начала мы берем видео и переносим его в самый... на... господи, спасибо, контакт. На вот эту вот линию, еще раз спасибо, контакт. Я не знаю, как это называется, но на дорожку, на видеодорожку вот эту. И что нам нужно? Нам нужно удалить звук. Можно это сделать вот таким вот образом. Вообще убрать его или нажать кнопочку U, выбрать видео, нажать кнопочку U и отделить видео от аудио и просто удалить это аудио. Дальше нам нужно поставить то аудио, которое нам нужно. Берем... когда мы удалили то... ну, то аудио мы просто берем вот так вот. Выбираем любую область, которую мы хотим. Можем ее также усилить или уменьшить. Это по вашему вкусу. А если вы не хотите удалять той звук, который у вас был в видео, то вы берете вставить аудиодорожку и просто здесь где-то наверху можно или внизу поставить это видео. Но, в принципе, мне же не нужно. Так что... Так что я плохо сделал. В общем, я вам просто показал. Дальше. Что нам дальше нужно? Для начала нам нужна какая-то картинка. Дальше мы берем, опять же, вставляем видеодорожку. Если вам нужна картинка, мы просто берем вот так наверх видео, на верхнюю... На верхнюю видеодорожку над видео. Но нужно поставить какую-то любую картинку с прозрачным... Желательно бы с прозрачным фоном, конечно же. И вот, как видите, она смотрится интересно так. Так. Дальше. Вам нужно... Если вам нужно сделать видео очень быстрым, как у меня, то вы просто берете... Вводите курсор на конец видео. Если вы хотите сделать видео... Зажимаете Ctrl. Если вы хотите сделать видео, чтобы оно было долгим, то вы двигаете видео в сторону... В правую сторону. Да. А если вам хотите сделать видео... Ну, быстро, то есть, очень быстро там, что-то сделать, то вы берете его, двигаете в правую... В левую сторону. И когда вы уже не сможете его двигать вправо, он уже не сможет никуда идти, то это на максимум, что вы можете его ускорить. Также подставляем нашу картинку и наше аудио. Дальше. У нас уже получилась такая интерактивная... Интерактивная составочка, но чего-то не хватает. Это эффекта размытия. А дальше мы переходим в... Господи, в видео спецэффекты. И берем The Focus. У нас вторая где-то должна быть. Выбираем самую первую, потому что все остальные очень размытые видео получаются. Даже в первом видео очень размыто получается. И зажимаем сам эффект и переносим его на видео. Так, мы переносили его на видео. Так. Все, вы сейчас можете посмотреть. Сейчас я попью. Так, секундочку. Я сейчас вам кое-что покажу. Вот, нужно навести на видео, чтобы видеть, как там видео. Вот, вы видите, она очень размыта. Что нам нужно сделать? Нам нужно его более-менее уменьшить радиусом. Вот так вот где-то, вот, к примеру, да. До... Даже можно до... До 30, до полторы. Так, есть, супер. Закрываем. И вот, видите, у нас уже как-то размытие получилось. Вот, и уже интерактивная заставочка выполнена. Выполнена. Дальше. Что мы хотим? Если вам нужно уменьшить эту картинку, то мы нажимаем на вот этот, на вот этот, ну, квадратик, прямоугольник и тому подобное. Дальше мы выбираем 16 на 9. То есть, широкоэкранный. Так, это не так должно быть. Вот так вот должно быть. Все, супер. Широкоэкранный. Где-то его более-менее сюда запихнем, чтобы видно было сам, саму картинку. И так, опять же, выбираем 16 на 9. Да, и все. И мы можем как-то уменьшить его. Где-то, к примеру, вот здесь поставить наши... Вот, как бы он отсюда так бежит. Можем его наклонить, если мы хочем, в любую сторону. То есть, я думаю, вы уже разберетесь здесь. И если вам нужен текст, то мы также, опять же, вставляем... Вставляем видеодорожку, а над видеодорожкой вставляем текстовый медиафайл. Так, выбираем текстовый медиафайл. Удаляем все вот это. Выбираем сразу шрифт, какой мы хотим. Это можно сделать уже после того, как мы написали какой-то текст. Вот у меня Архангельс. И пишем там Неркинг. А, нет. Неркинг. Вот. Так, это отчеты, что-то... Не-не-не-не-не. И мы можем сразу перекинуть, куда мы хотим. Далее, если вы хотите какое-то эффектное видео, то вам нужно выбрать, например, вот, мне очень нравится Дроп Сплит. Это реально прикольный. Его всегда используют в своих видеороликов. Это можно уже закрывать. Оно вам не нужно. И все так подвинуть немножечко. Вот, что-то не подвигается. Оно не подвигается. Оно как-то что-то странно. Вот, все супер. И мы уже можем лицезреть нашу заставку, которая у нас получилась. Так что, думаю, я вам помог, люди. И дальше вы просто берете... Выбираете ту область, которую вы хотите визуализировать. И нажимаете на вот эту кнопочку. Визуализировать как. Ну, настраивать проект я вам не буду показывать, как, думаю, вы уже знаете. Потому что вы уже, я так понял, летсплейщики, рендерили видео. Но если кто не знает, то весь проект нужно настраивать вот здесь. Выбирать качество, видео, сам FPS и тому подобное. А пока что на этом все. Это был Неркин. Подписывайтесь на новые видео. Ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И пока. Желаю также вам прямых рук и кривых извинений. Всем пока.